Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как перепрошивать приборы. Для этого нам потребуется программа Orion Proc. Запускаем ее от имени администратора. Вся система у вас, еще раз повторю, обязательно должна быть... Пульт C2000M включен в режим программирования. После чего делаем опрос того компорта, на котором у вас подключен флешка. Если у вас все сделано правильно, у вас отобразится вот таким вот способом. Сейчас сразу оговорюсь. У меня в данный момент не пошла программа. Хоть я ее смог увидеть, вот как сейчас видео вы видите, у меня уже была готовая прошивка, скачанная с сайта болида. Но не пошло по очень интересной причине. Так как вы видели у нас в видео, что у нас под адресом 127 находится пульт. И он воспринимает его как прибор. И поэтому он сейчас вот мне будет ругаться, после того, как я запишу. Что для этого требуется? Для этого требуется нам произвести небольшие манипуляции. То есть сменить адрес пульта. Я сменю его на 126 и у меня, вот видите, у меня не может... А, извините, это другая информация. Вот сейчас оно загрузится и как раз таки будет ругаться, что такой прибор у нас уже существует. 127. А почему 127? Как видите, у нас адрес 3 на КТЛ. Но когда мы меняем прошивку, он уходит в заводские установки. То есть у вас будет 127 адрес прибора. И так как у нас уже пульт под 127, он будет ругаться. Поэтому обратите обязательно на это внимание, если вы вдруг захотите перепрошивать приборы. Независимо, какой вы будете перепрошивать. ПДЛ, сигнал. Главное, чтобы у нас не было 127 адресов при перепрошивке. Процесс достаточно такой длительный у нас получается перепрошивки. У меня для чего это все делалось? Как видите, у меня версия 2.0. Мне предоставили для работы датчики от болида адресные спектроны 207. Но при этом у меня КТЛ-ка их не понимала. Писала неизвестное устройство. Как хоть и определяла, но не знала, что за прибор. Данную причину я устранил тем, что сменил версию на КТЛ, после чего у меня все, в принципе, стало так, как нужно. Сейчас дождемся этого процесса, чтобы он развернул данную прошивку. То есть, в данный момент он просто разворачивает прошивку, чтобы в последующем уже непосредственно пульт начать запись. Процесс достаточно, я думаю. Простой для вас будет при наличии нужного софта, как я договаривался раньше. Обязательно скачивайте. Вот видите, занят адрес прибор 127. То есть, он ругается на наш пульт. Я сейчас уйду с меню с пункта 26. Меняется очень просто. Заходите в режим программирования, конфигурирования. Находите RS 486. И далее уже по нему меняете у пульта как раз таки адрес. А адрес можете ставить уже какой он будет. В произвольной форме абсолютно. Еще один будет маленький нюансик по прошивкам. Если у вас достаточно старые приборы, а как их определить, я расскажу уже ближе к концу видео. У вас, как видите, версия, например, 2.0 прибора. И дальше в скобочках 0.10. У вас может быть что-то другое. 0.12, 0.11, 0.4, как у меня оказалось на объекте. От этого зависит, какая прошивка сможет лечь на ваш конкретный прибор. Поэтому, как видите, я поменял адрес на пульте. У меня 126. Далее я делаю опрос нашего прибора. А, вот, выбираю нужную как раз таки прошивку. Запускаем. Видите, она нормально определилась. Значит, все у нас нормально. Эта прошивка ляжет на наш прибор. И проходит долгий процесс раскрытия этой прошивки. Давайте немножко дождемся данного процесса. Да, вот, по поводу прошивки, я вот уже говорил чуть выше, что у нас вот эти обозначения 0.10. Так что обязательно, перед тем, как скачивать, посмотреть, подойдет ли к вашему прибору прошивка или нет. Я вот этот сначала не сделал. Накачал кучу прошивок. А, как в итоге оказалось, у меня настолько КДЛ-ка устарела. У меня была версия 1.45 на объекте. И мне поднять ее только получилось на 1.46. То есть, мне она абсолютно не помогла, эта прошивка. В дальнейшем, мне вот пришлось поменять на другую КДЛ. Чтобы определились мои приборы, которые я устанавливал. Кружи являются, естественно, более современными. И под эту прошивку они уже не могли определяться. А так, если у вас более-менее современная КДЛ-ка, можно ее сделать посвежее, обновив прошивку. Потому что в новой версии прошивки, в принципе, интересно работать. Занесены практически все приборы. Последние, что были произведены в системной боли. И вам прости жизнь в настройке, то есть в наводке данного прибора. Сейчас вот все. Прибор, как видите, пишет. То есть, началась запись непосредственно в прибор. То информация новой прошивки. В принципе, можете перемотать немножко вперед, дабы им не ждать. А те, кто терпеливые, можете подождать вместе со мной. Кстати, уже в последних версиях C2000 КДЛ достаточно грамотно сделана система КЗ. на линиях ДПЛС. Теперь хоть не постоянно вот это высвечивается КЗ-линии, КЗ-линии. То есть он более умно подходит к линии твоей. Ну, а так, для удобства, конечно, пользуйтесь призами. Они помогут защитить вашу линию ДПЛС. Процесс записи самого прибора достаточно быстро проходит. Осталось немножко. После чего я как раз таки расскажу, как можно проверить непосредственно вашу прошивку. Подойдет она на ваш прибор или нет. Где это смотреть? Когда вы скачиваете прошивку, при помощи программы Orion Pro, вы можете еще просмотреть саму прошивку. Чтобы уже понять, что и как. Ну, а так я по собственному опыту скажу, если у вас приборы с кубочки 0.10 у вас пишется, то, в принципе, практически все ложится на этот прибор в последней прошивке. То есть я пробовал и 2.26 версию, она, в принципе, так же легко-липло, без сбоя, без проблем. Так, вот. А теперь, как вы видите, у меня версия КДЛ-ки стала 2.22. И, в принципе, все, что нужно было, я сделал. Теперь, как я говорил, я вам расскажу, как посмотреть прошивку. Что для этого делать? Заходится в файл, посмотреть. Далее, находим там, где у нас находятся прошивки. Выбираем версию прошивки. Я выбрал 2.26. Далее, раскрываем прибор, версия и, как видите, совместимость. 0.10, 0.11, 0.12. Ну, и от этого и вы исходите. Попадаете вы этого или нет. Ну, надеюсь, вам мое небольшое видео помогло. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...